так парни всем здорова сегодня у нас 24 февраля среда я вернулся суббота уже все здесь в россии снежок у нас встречаем весну но не про это значит про что я вам сейчас хочу рассказать ну первое в последнем видео где я рассказывал про защиту кузова авто я почему-то по случайности не вставил кусок который заключался который касался полиуретановой пленки так вот хочу сразу кратко рассказать а если вы хотите полностью защитить кузов вашего автомобиля с ноля когда покупаете автомобиль то я вам конечно рекомендую заклеить полностью машину полиуретановой пленкой это самый лучший вариант по защите авто не пленка виниловая не жидкое стекло не надо керамика ничего ничто так не защитит ваше авто как полиуретановая пленка толщина пленки составляет 135 микрон на заметочку толщина лакокрасочного покрытия автомобиля седанов и джипа в том числе в среднем 130-170 микрон то есть соответственно пленку очень плотная она прозрачная и закрывать машину нужно полностью то есть если будете оклеивать тогда уж не экономите клейте машину полностью стоит это будет примерно 80-120 тысяч а смотря какую пленку выберите потому что есть пленки хорошие надежные есть пленки нехорошие надежные какая из них хорошая какая плохая придется вам посидеть поискать посмотреть на форумах а так как на вкус и цвет товарищи нет то же самое с пленкой некоторые хвалят одну другие хвалят совсем другую поэтому лучше выберите самостоятельно где будете оклеиваться там посоветуйтесь пусть вам люди специалисты уже непосредственно посоветуют а почему я рекомендую клеить авто полностью как я уже говорил или не говорил не знаю если вы заклеить половину как обычно бывает есть нас берут просто переднюю часть авто заклеивают заклеивают крылья бампер что может произойти через год два пленка кстати защищает от ультрафиолета соответственно от выгорания солнечными лучами сама краска будет выгорать и что получится если вдруг вы по какой-то причине будете снимать эту пленку то одна часть у вас будет вот это более блеклая а вот это более насыщенная почему потому что она защищена и в любом случае быть уверенным что например камень не отскочит вам переднюю дверь а в заднюю ну кто он такую гарантию может дать и в целом вообще лучше будет смотреться и качественнее если вы полностью машину заклеить это на случай тем кто собирается все-таки защищенную повнимательнее посмотрите почитайте формы послушайте всяких профи то однозначно вы услышите что это вариант самый лучший он защищает и от песка струи и от сколов и от царапин и так далее и пленка полиуретана она еще имеет такое свойство то есть если она поцарапалась за где-то там зимой ну налить лежала в теплое время суток когда например лето приходит либо заезжаете в гараж феном и горячим воздухом даете она имеет такое свойство как восстановление прям все эти царапинки они все затягиваются ничего видно не будет тут реально это рабочий вариант я с этой пленкой сам лично работал и поэтому я вам прям гарантию даю то что сто процентов никаких царапин никаких ссадин не будет а если вдруг заметить прям монтажным феном чуть-чуть погрели и все проблем не будет поэтому на этом мы заканчиваем по защите кузова авто соответственно если вас какие-то остались вопросы пишите спрашивайте также сегодня частным вопросом является пишут не только в комментариях но и чтенько уже начали в личку писать купил бы я авто по сегодняшней цене на сегодняшний день моя комплектация стоит 1 миллион четыреста восемьдесят девять тысяч рублей плюс 15 тысяч рублей за цвет то есть того выходит 1 миллион пятьсот пять тысяч рублей а я покупал машину когда она с покраской стоил 1 миллион триста пять тысяч то есть машина выросла в цене на 50 надо 200 тысяч на самом деле мой ответ прост да конечно я бы его купил потому что делает нечего другого выхода никакого нету а сидеть и ждать что она вот сейчас упадет в цене этого сто процентов не будет тем кто считает что машина не стоит своих денег пацаны ну чё за бред вы посудите сами из-за чего цена поднимается в машине не из-за того что там какие-то стали более крутые материалы или из-за того что компания mazda стала более жадной нет курс доллара стал почти сейчас 77-80 рублей раньше она стоила 30 раньше курс доллара был 32 рубля соответственно машины раньше вроде если я не ошибаюсь там 2012 году mazda 6 можно было купить там от 850 тысяч рублей может быть даже ниже у кого 2012 года есть и кто новый покупал напишите за сколько вы брали машины в какой она вас комплектация будет интересно посмотреть вот но в любом случае я вам рекомендую не сидите не ждите не тяните времени надейтесь на чудо что цена упадет я вам однозначно даю гарантии что цена еще будет только расти машина должна вырасти примерно два раза в цене если раньше базовая комплектация была допустим миллион восемьсот тысяч рублей то теперь она должна стоит примерно миллион шестьсот тысяч рублей это логично с этим вы можете спорить не спорить но тем не менее цена постихоньку поднимается почему они не поднимают сразу цену в два раза я вам бросу просто объясню простую причина если сейчас сразу взвинтить цены а естественно будет шок и вообще просто рынок станет и никто не будет машины покупать они потихоньку 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 накидывают накидывать то же самое как с бензином происходит с продуктами питания с проездом и так далее потихоньку потихоньку и соответственно их претензий со стороны населения нету поэтому покупайте наслаждайтесь вождением и не тяните время самое главное так как многие уже успели в этом лично убедиться что купили машина через неделю через две она выросла в цене у кого-то были случаи что покупали через три дня нас одну машину вырастала в цене также одним из частых опрос сейчас является какой сборки автомобиль с 2013 года машины начали собирать в россии во владивостоке но в тринадцатом году еще можно найти настоящих японок то есть некоторые люди пишут что у них действительно еще вот повезло чудом там каким-то но у них японки сейчас в шестнадцатом году японку вы уже сто процентов не найдете как и в четырнадцатом и пятнадцатом их собирать в владивостоке я не считаю это на сегодняшний день большой проблемой объясню почему допустим зеркало боковое она уже приходит в сборе то есть она оборудована с чем повторителем она оборудована подогревом авто автоматически автоматической настройкой соответственно нашим русским ребятам это не доверяют собирать то есть все мелкие запчасти собраны там то есть что он делает поставил дверь прикрутил боковое зеркало все больше он ничего не делать то же самое происходит с дверьми все вот эти вещи которые есть на двери а они все уже изначально установлены ну возможно установлена вот эта накладка то есть что-то там они собирают но ни в коем случае не дабы но не не доверяет им еще собирать мелкие детали и именно поэтому я считаю что это плюс что собрать конструктор уже готовый но сами понимаете в принципе все на заводе автоматизированы наши там ходят только я думаю поднимают дверь еще что-то ставят но надо посмотреть какой-нибудь отдельный документальный фильм как собирают машины в россии вот но самое главное что в ближайшее время не планирует завод перевести на полный цикл это означает то что будут уже собирать и мелкие запчасти все эти кнопочки все ставить самостоятельно будут и все зеркала и так далее вот тогда я думаю начнется полная жопа в том плане что если их не смогут обучить и контроль качества будет работать коряво будут очень большие жалобы на машину также немаловажным вопросом сейчас является вопрос каско честно говоря меня просто очень очень сильно замудохали все эти страховые компании вот сейчас год подходит концу как я купил машину то есть 8 марта и будет ровно год и видимо компания mazda автоспид центр за что я ему в кавычках благодарен они слили мою информацию и теперь каждый раз мне звонят мне в день за не примерно 3 3 4 человек и предлагают услуги показка цены бешеные и самое главное что они предлагают полный комплекс страхования а что это означает угон полное уничтожение царапина вмятина упал на меня камень форс-мажор и так далее в общем все что можно застраховать все что может случиться и что в принципе случится не может они все предлагают застраховать и соответственно цена вырастает гигантская я такими услугами никогда не пользуюсь и максимум что я страхую при покупке автомобиля это угон и полное уничтожение объясняю почему допустим выхожу я из дома ну предположили на поцарапан капот кто-то там из детей бегал поцарапал либо вмятина на двери чтобы ее устранить не нужно вызвать гаи мне нужно собрать все документы съездить страховому агенту сфотографировать машину все это оформить поставить машину на очередь это когда мы страхуем машину нам рассказ о том что это все по щелчку по звонку все быстро происходит но я раньше пару раз уже натыкалась на такие гарантийные случаи но не гарантия страховые случаи ничего быстрого там не происходит то есть таким образом в ремонт автомобиля обходится примерно где-то месяц это в лучшем случае если за месяц машину сделали это вообще шикарно а так два-три месяца тем более делать они будут не в каком-то там крутом специализированном сервисе а в любом автосервисе с кем они заключили договор на ремонт у меня так был один раз страховой случай по ниссану то есть я увозил в ремонт и когда я приехал по адресу куда нужно пригнать машину увидел что там просто тупо гараж большой я понял что выгоднее дешевле делать самостоятельно тем более в любой автосервис можно приехать это рынок можно поторговаться и выбить нормальную цену поэтому сейчас я если делаю страховку я делаю только угон и полное уничтожение и все свои автомобили я оформляю на отца потому что у меня на при стаж вождения 7 лет а у него стаж вождения больше 25 лет соответственно каско мне выходит всегда дешевле значит на машине сейчас пробег 27400 километров я планирую где-то в числах в двадцатых в марте погнать машину на техническое обслуживание будет 2 техническое обслуживание вот и соответственно под эту дудочку скажем так я вам расскажу краткий отзыв за год владения мазды то есть подведем все итоги все что рассказывал в предыдущих видео то есть как-то с компану и в легкой форме в одном видосе все это расскажу на сегодняшний день какую точную информацию признаю по диску что сто процентов диски меняют но тут пишет не один товарищ наш коллега водитель тоже mazda 6 рассказать такую ситуацию что приехав к своему дилеру у него было два колеса которые два диска который облазит один диск поменяли без проблем второй диск не поменяли указав что на диске имеются механические повреждения ну например вот здесь да вы видите то что здесь диск облазит а у него допустим где-то рядом с этим было механическое повреждение он при парковке врезался в бордюр ну задел его то есть появилась ссадина и они отказали в замене в гарантийной замене потому что есть механическое повреждение слайс якобы на нее что диск начал облазить в результате вот этой садины я соответственно считаю то что это бред полный потому что меня например тоже также есть ссадина на одном из дисков но ссадину это получил уже после того как они начали облазить и мне интересно будет послушать их песню если они начнут рассказывать о том что в результате этой ссадина облезла то колесо просто ну на мой взгляд это очевидно если четыре колеса облезла соответственно нужно все четыре колеса менять ладно там какое-то одно колесико облазил и на ней есть какой-то царапина там сильно вмятин там и в том месте где как раз пленка слазит в моем случае я думаю если они начнут просто брыкаться я вот честное слово буду прямо жестко скандалить тому что но это не нормально и от машину помою я думаю сейчас как раз еще март закончится они вообще будут все просто все напрочь облезшие вот все все четыре колеса все косяковые ну и также вы спрашиваете почему мало видосов про мазду когда будет побольше видосы парни ну снимаю все по мере поступления информации просто так я тоже не могу прийти встать высосать из пальцев все и рассказать там что-то новое если нового ничего с машины не происходит также что касается кнопки паркинг в одном из видео я говорил то что с ней можем дрифтовать для того чтобы это было делать лучше как вы знаете нужно обязательно включить курсовую устойчивость я ни в коем случае вас не призываю делать это постоянно да я с этим полностью согласен если каждый день задавать боком то можно без проблем это чудо кнопку сломать сколько она будет стоить починить я не звонил не спрашивал но я думаю цена вас не обрадует 1 2 3 раза за зиму может быть чаще больше реже на ваше усмотрение на вашу ответственность я лишь рассказал о том что боком зайти с помощью нее можно сколько выдержит она какую нагрузку я не знаю я этим не занимаюсь поэтому это все на вашу ответственность ну и связи с последними событиями хочу спросить ваше мнение как вы считаете ситуация с давидычем которую произошло что это вообще такое и действительно ли это травлю на него просто я почитал новости в интернете и говорят то что в принципе ему скорее всего десятку ну до 10 лет могут впаять как вы на это все смотрите вот мне просто самому интересно для за этим активно слежу просто давидыч он же так бы считал считал что он настолько популярный блогер что в принципе у него большая будет защита что народ за него придет а там что-то пришло 150 человек в общем буду смотреть наблюдать интересно ваше мнение как вы считаете по заслугам ему это или не за дело пацана берут